Партнер выпуска новостей – натуральные снеки Эст Бали Кешью. Банк России внедрит элементы финансовой грамотности во все основные образовательные программы средней школы. Поэтому мы для себя приняли стратегическое решение не сокращать нашу филиальную сеть. Мы пытаемся развивать новый формат, и на них, наверное, основная ставка. Аграрии, частные подворья и владельцы садовых участков собирают урожай и подсчитывают убытки. Какое влияние оказали летние циклоны на сельское хозяйство Приморья? В поле не зайдёшь, не соберёшь. Много пропало. Учебный год у нескольких сотен детей из Иркутской и Амурской областей начался на берегу Японского моря. Во Всероссийском детском центре «Океан» продолжается смена для пострадавших от июльского наводнения. Запланировано огромное количество мероприятий в рамках программы смены. Это, например, фестивальная программа, на которой ребятки смогут познакомиться с новыми, мне кажется, музыкальными направлениями для кого-то из них. Также в выпуске. Жители Приморья требуют комплексного восстановления дорожной инфраструктуры края. И ещё расскажем. Первая экспозиция Федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость» открылась в Приморской столице. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Не просто увеличивать километраж от ремонтированного дорожного полотна, а комплексно восстанавливать дорожную инфраструктуру при ремонте дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» требуют жители Приморья. Такое мнение высказали приморцы при проведении опроса на сайте Краевой администрации. Самыми активными участниками опроса стали жители крупных городов – Владивостока и Артёма. Более половины респондентов считают, что помимо ремонта дорожного полотна необходимо обновлять леера, пешеходные переходы, освещение. Напомним, региональный проект «Дорожная сеть» предполагает до 2024 года увеличить на 50% долю дорог, соответствующих нормативным требованиям. В два раза снизить количество аварийно-опасных участков, довести во Владивостокской агломерации долю автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%. А тем временем в Приморье и, в частности, на дорогах Края продолжают ликвидировать последствия сильных августовских дождей. На сегодня проезд восстановлен ко всем населенным пунктам. Продолжается работа по оказанию адресной помощи населению, закупке стройматериалов, уборке территорий. С наступлением осени аграрии, частные подворья и владельцы садовых участков собирают урожай и подсчитывают убытки. Как рассказал в интервью агентству «Интерфакс» «Дальний Восток» губернатор Приморского края Олег Кожемяка, общий ущерб для посевов на полях региона составил почти миллиард рублей. Что удалось произвести для себя и на продажу с приморской земли, щедро поливаемой дождями в этом сельхозгоду, в нашей традиционной рубрике «Тема недели». Говорят, цыплят по осени считают. Как и урожай. Сентябрь – время собирать овощи, яблоки и груши, бахчевые и тыквы. Понять, есть ли запасы на осень и хороши ли они. До половины сельскохозяйственных культур сгнили в районах Приморья в августе, который, по информации Прим-Гидромета, стал рекордно дождливым. На юге края выпало в среднем до двух с половиной месячных норм осадков. На северо-западе края – три месячные нормы. Во Владивостоке и пригороде – еще больше. Городские власти создали штаб для оформления выплат для пострадавших от подтоплений. Он размещен по адресу город Владивосток, улица Мечникова, 41В. В городе также работает горячая линия помощи. Ее номер 209-57-50. Вот так выглядят участки, урожай и дома в подворьях на спутники и седанки во Владивостоке. В этом году было 60 сантиметров. А в этом году 20 сантиметров. Да? 20 сантиметров? Да, 20 сантиметров. Капуста, морковка, да все. У меня женщины занимаются серьезно. Остались живые только огурцы, вот видите. Там в той половине тоже до сих пор. Вот так получается, по креслу. Жителей домов в районе реки Богатой, в пригороде Владивостока, пострадавших от циклонов, просят не тянуть с оформлением компенсации за утраченное имущество. Шести соток снять почти ничего не удалось. Но и поля не порадовали. По краю очень многие сельхозпроизводители недосчитались урожая. В период уборки сельскохозяйственных культур в Спасском районе, в Чугуевском, Уссурийском, Черниговском, Лесозаводском, Дальнереченском, Ханкайском и Кировском районах края сформировалось опасное агрометеорологическое явление. Верхний слой почвы оказался переувлажнен. Почва липкая и текучая. А это значит, сгнили корни у зерновых и кормовых трав. Сгнил картофель и корнеплоды. Огурцы, помидоры. Вообще тяжело собирать было. Потому что в поле не зайдешь, не соберешь. Много пропало. На грядке они все погибли. Да, все почернело. А в теплице, под пленкой, нормально. Это все тепличное? Это все тепличное, да. Пасечники также рассказывают о том, как сказались ливни на пчелиных семьях. Практически на липе никак. Совершенно ничего. Отличный видосбор был. Мы взяли больше, чем по 100 килограмм сулья. Мед густой. Хороший, влажный. Меньше 18. Зато этот год из-за обильных осадков яблочный. Много ранета, яблок и приморской груши. К слову, покупатели ежегодной агровыставки «Приморские продукты питания» как будто и не заметили плохого урожая. На ярмарке есть все. Владимир Курбатов в Владивосток приехал из села Глуховка. Уже не первый год фермер привозит в столицу края гусей и индеек местной селекции. Гусь-княгиня и индейка-боярыня созданы специально для условий Приморского края. Их основная особенность в том, что эти птицы круглый год живут на пастбище. В этом году кроме мяса и яиц фермер привез на ярмарку еще и подушки, набитые экологически чистым и легчайшим гусиным пухом. Фермер понял, что не стоит надеяться только на сад и огород. Уж больно климат в Приморье не хорош для садоводства. Птица дышит чистым воздухом, питается чистыми кормами. Плюс к тому мы не обрабатываем свою птицу ни антибиотиками, ни гормонами, что тоже немаловажно. Лето уходит, а вслед за ним уходит и бабье лето. Специалисты Примгидромета сообщили, что ночью 13 сентября в западных и северных районах Приморья ожидаются первые заморозки. Наибольшую опасность это представляет для сельского и лесного хозяйства, парков и личных приусадебных хозяйств. Оставлять садовый и огородный урожай неубранным опасно. При морозе прекращается рост овощных и бахчевых культур – винограда, яблок. Мороз побьет всю зелень. Значит, нужно все убрать на хранение. Вот таким нещедрым на ягоды и овощи было лето, недолго и, похоже, будет и осень. Так что качественные запасы сделают только самые предусмотрительные. Максим Яковлев, Светлана Садовая, Дмитрий Беломеснов. Новости на восьмом. Первая экспозиция Федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость» открылась в Приморской столице. Выставка рассказывает, как создавалась одна из самых мощных военно-морских крепостей мира, о людях, занимавшихся строительством этого уникального фортификационного комплекса. На торжественном открытии экспозиции присутствовали председатель и депутаты Думы города Владивостока, представители музейного сообщества города, общественных организаций, краеведы и военные историки, жители Владивостока. Отметим, что именно депутаты Думы Владивостока, учитывая настроение общественности, в начале 2018 года выступили с инициативой отмены аукционов на право заключения договоров аренды объектов Владивостокской крепости. И по поручению властей города уже в феврале того же года с аукционов были сняты 82 из 110 объектов недвижимости. Которые входили в состав культурного наследия федерального значения – комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости. Подробности у Катерины Матвеевой. 800 объектов инфраструктуры, 1600 орудий, 60 тысяч человек личного состава. Владивостокская крепость была построена русскими военными инженерами, строителями, солдатами, саперами перед началом Первой мировой войны. Она стала самым мощным фортификационным сооружением своего времени. Сохранить крепость для будущих поколений, сделать этот объект туристической жемчужиной региона стало возможным во многом благодаря тому, что туризм стал приоритетом в развитии города. Экспозиция в визит-центре музея Владивостокская крепость – это один из первых шагов на большом пути развития музея-заповедника и культурной жизни региона в целом. Эта экспозиция, которая сегодня дает второе дыхание для возрождения Владивостокской крепости. Я не говорю объекта Владивостокской крепости, я говорю о Владивостокской крепости как целостном, комплексном, масштабном проекте. То, что мы начинали несколько лет назад, она была идеей, потому что мы знали, что есть Владивостокская крепость, но мы с трудом понимали, что с ней делать, как к ней подойти. Толчком послужила общественная инициатива, которая все-таки путем определенного давления, эмоционального такого давления, заставила, по крайней мере, Думу города Владивостока, власть, создать рабочую группу. У нас сегодня уже создан орган, который через федеральную структуру будет заниматься комплексными объектами Владивостокской крепости. В том числе и реставрацией, и созданием маршрутов туристических, и именно восстановлением объектов, как туристические объекты Владивостокской крепости. Поэтому работа предстоит очень большая. Объемная карта-макет объектов крепости, созданная по состоянию на начало 1914 года, один из самых масштабных и интересных объектов экспозиции. Именно она способна дать представление о масштабах оборонительного комплекса и вызвать чувство гордости за то, как умели строить в непростые для России времена. Экспозиция «Владивосток. Время крепости. Общей площадью 250 квадратных метров» развернута в визит-центре Владивостокской крепости, который располагается на улице Петра Великого 6 в здании, известном как Музей города. Катерина Матвеева, Евгения Парин. Новости на восьмом. Катерина Матвеева, Евгения Парин. Работа над доступностью финансовых инструментов в регионах продолжается. Подробности в нашем следующем сюжете. Уже год Банк России реализует проект по повышению доступности финансовых услуг для населения «Дальневосток. Пилотный регион». За первый год реализации проекта в ДФО количество банковских терминалов увеличилось на 15% и превысило 136 тысяч. Более 80% населённых пунктов обеспечены доступом к сети интернет, а значит, имеет возможность пользоваться финансовыми услугами дистанционно. Нам удалось за это время, во-первых, существенно повысить количество различных точек присутствия финансовых организаций в небольших населённых пунктах, на селе, в удалённых населённых пунктах, используя новые инновационные форматы. Во-первых, это точки присутствия на базе Почты России. Во-вторых, это новый интересный проект выдачи наличных на кассах торгово-сервисных предприятий. И, в-третьих, это цифровые финансовые услуги, которые всё более и более активно и широко входят в нашу жизнь. За прошедший год на Дальнем Востоке на 10% сократилось количество населённых пунктов, не имеющих доступа к финансовым инструментам. Сбербанк внедряет новую модель оказания услуг – банковские платёжные агенты. В агентских точках, которыми могут стать и обычные магазины, можно снять наличные, совершив минимальную покупку. В сельской местности или в малых населённых пунктах проживают 45 миллионов человек. И очень значительная часть этого населения – это наши клиенты. Поэтому мы для себя приняли стратегическое решение не сокращать нашу филиальную сеть. Мы пытаемся развивать новые форматы. И на них, наверное, основная ставка – новый проект, называемый агентских соглашений. В чём её суть? Когда мы заключаем соглашение с предпринимателем, малым предпринимателем, как правило, имеющим небольшой магазин или торговую точку в населении. И, соответственно, через эту точку начинаем представлять полноценный банковский сервис. При этом нужно понимать, что работать более или менее рентабельно в малом населённом пункте стандартное банковское подразделение не может. Оно становится неокупаемым. Здесь на помощь также приходит ещё один партнёр проекта – Почта России. Сегодня практически во всех отделениях Почты России, где есть интернет, граждане имеют возможность получения ряда банковских услуг. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой… Учебный год у детей из Иркутской и Амурской областей начался на берегу Японского моря. Во Всероссийском детском центре «Океан» продолжается смена для детей, пострадавших от июльского наводнения. Занятия спортом на свежем воздухе обретают всё большую популярность у приморцев. Лучшие колбасы, сыры, хлебобулочные и молочные изделия были представлены на 23-й выставке «Приморские продукты питания». Партнёр выпуска новостей – натуральные снеки Эст Бали Кешью. В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойдённым качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Ист Бали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. Во всероссийском детском центре «Океан» продолжается смена, участниками которой, стали дети из пострадавших от наводнений районов Дальнего Востока. Учебный год у нескольких сотен детей из Амурской и Иркутской области начался на берегу Японского моря. Подробности в нашем следующем сюжете. Всероссийский детский центр «Океан» имеет большой опыт реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По поручению Министерства просвещения этим летом в центре отдохнули 150 школьников из пострадавших от пожаров районов Забайкальского края и несколько смен детей из Иркутской области, пострадавших в результате паводка. Первые 100 школьников из Иркутска участвовали в смене с 18 июля по 7 августа. В августе состоялась еще одна смена, приехали еще 100 ребят. И вот в начале сентября «Океан» принял детей из Норска, Амурской области и иркутян, школы которых пока не готовы к учебному процессу. Вспомним, что почти 2000 амурчан, наших соседей по региону, эвакуировали в августе из подтопленных сел, в том числе 257 детей. До 24 сентября в «Океане» будут учиться и отдыхать 197 детей из районов Иркутской и 68 детей из районов Амурской области, где продолжается восстановление после наводнений. В Бригантине и других дружинах размещены 38 детей из Мазанского района, 24 из Селемджинского и 7 ребят из Белогорска. Смена в «Океане» продлится с 3 по 24 сентября. Многие дети признались, что до этого никогда не выезжали за пределы Амурской области и в первый раз увидят море. К чести приморцев нужно сказать, что как только был объявлен режим чрезвычайной ситуации в регионах, ВДЦ «Океан» выступил с инициативой сформировать перечень детских делегаций из пострадавших сел. В этом году наш поселок и вообще наш район затопило, большая волна как бы нас накрыла. В школе у нас было много воды, ну как много, была вода, хотя школа это самое высокое место. Дом у нас на втором месте по высоте, у нас тоже была вода. Когда вода поднялась, нас, получается, с 6 по 11 класс отправили в детский лагерь «Океан». Приняли нас очень хорошо, мы добрались сюда на поезде, потом на автобусе ехали. Сотрудники, педагоги, вожатые и администрация центра окружили ребят заботой и создали все условия для качественного учебного процесса и насыщенного отдыха. Ведь лето в «Океане» — это интересные активности, спортивные события, игры на свежем воздухе, пятиразовое питание, экскурсии и, конечно, друзья со всей России. Для них конкретно специально придумали такие интересные три направления, по которым детки будут себя пробовать в различных направлениях. То есть это экономическое направление, ребята, которые будут проходить экономическую практику в детском развлекательном комплексе. Это киоск товаров от Акеши, где продается различная сувенирная продукция. Это футболки, толстовки, кружки, магнитики, мягкие игрушки и так далее. И спортбар «Олимп» — это бар, в котором продаются различные сладости, мороженое, сухарики, печеньки и так далее. Также еще будет одно направление — это спортивное. То есть детям будут рассказываться о различных правилах судейства, о спортивных направлениях, по видам спорта, какие бывают и существуют, чтобы в дальнейшем в рамках различных товарищеских встреч между дружинами, внутри дружины, например, «Бригантина», они помогали в организации и проведении тех или иных соревнований. Также еще запланировано огромное количество мероприятий, то есть в рамках программы смены. Это, например, фестивальная программа, на которой ребятки смогут познакомиться с новыми, мне кажется, музыкальными направлениями для кого-то из них, потому что духовые оркестры не все очень часто слушают и вообще привыкли слышать когда-либо. Плюс также ожидается огромная большая игра на целый день, которая начнется с самого утра и закончится поздним вечером, максимально приближенная к военной направленности и тематике. Детский центр «Океан» всегда готов протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Ситуация со школой села Норска и другими разрушенными социальными учреждениями Амурской области сейчас находится на личном контроле у полпреда Юрия Трутнева. По его поручению в учреждениях усилены восстановительные работы. Олег Завьялов, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Колбасы и сыры – хлебобулочные изделия. Это и многое другое представлено на выставке «Приморские продукты питания». К слову, впервые на ярмарке выставки свой продукт предоставил кооператив «Борисовский». Он занимается производством молока и молочной продукции. Дмитрий Беломеснов продолжит тему. Уже в 23-й раз на Центральной площади Владивостока развернулась выставка «Приморские продукты питания». Предприятия со всего Приморья, специализирующиеся на пищевой промышленности, представили свои достижения, а также дали возможность продегустировать продукцию. Свой продукт представил кооператив «Борисовский», который занимается производством молока и молочной продукции. Мы открылись с Нового года, наш завод открылся. Мы представляем сегодня на ярмарке свою продукцию, что производим, все свежее. Наша ферма у нас находится в Борисовке, вот все натуральное у нас. Сроки маленькие, никакой химии, все с натурального молока мы делаем. В ярмарке принимают участие впервые. Но несмотря на то, что на рынке они новички, Борисовский уже успел зарекомендовать себя. На выставке представлена широкая линейка ассортимента. Ассортимента – это молоко, сметана, йогурт и кефир, сливки, сыр. Все продукты приготовлены с использованием только натуральных ингредиентов. И лучший показатель качества – спрос и довольный потребитель, который с удовольствием пробовал борисовскую продукцию. Попробовала адыгейский сыр, мне понравился очень. Мне, во-первых, нравится, когда стартапские предприятия, потому что их надо обязательно поддержать. А еще чувствуется, что у них все натуральное молочное. Я только что попробовал продукцию борисовской. Молоко, кефир, тут они еще представили другие кисломолочные продукты. Мне все понравилось, в принципе, я так понял, что бренд достаточно новый, и я буду покупать в магазинах. Если вы не успели продегустировать продукты молокозавода борисовский на ярмарке, то ищите ее на прилавках в магазинах края. Борисовскую продукцию можно приобрести в торговых сетях Владивостока, Артема, Уссурийска, в том числе и в Малокоматах. Дмитрий Беломестнов, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. И к новостям спорта. Все больше приморцев предпочитают занятия спортом на свежем воздухе. Об этом говорят местные специалисты. Осень со своей легкой прохладой – идеальный период для пробежек и фитнеса на улице. Обилие кислорода и освежающая обстановка приносят двойную пользу. О том, как начать тренироваться самому вне спортивного зала, расскажет Максим Яковлев. Озерочан – одно из самых популярных мест для занятий спортом во Владивостоке. Однако пока одни горожане здесь делают обычные пробежки по кругу, другие тренируют все свое тело в интенсивных занятиях. Сергей проводит такие физкультурные вечера несколько раз в неделю. В его этаком кружке нет времени для отдыха. Упражнения на все группы мышц выполняются по кругу. И от подобных тренировок в зале есть важное отличие. Основная польза уличных тренировок – это, естественно, кислородный обмен. Он гораздо лучше, гораздо эффективнее. И, в принципе, все метаболические процессы в организме проходят гораздо лучше. Обычно упражнения на все группы мышц, то есть это круговые упражнения, начиная с более крупных групп мышц – грудные, спина, ноги, ну и заканчивая уже функциональной нагрузкой, кардионагрузкой. Похожую идею продвигает и новый проект Red Bull Street Fit. Его задача – вытащить людей из дома и показать на реальных примерах, как можно подтянуть свое тело и здоровье, будучи просто на улице. На сайте проекта можно найти видеоинструкции от известных блогеров и атлетов. Для полезных упражнений здесь порой даже не нужны атрибуты. Максимум пригодится эспандер, скакалка или вовсе ближайшая лестница или столб. Одна группа занятий укрепит и подкачает мышцы, другая просто сможет поддержать тело в тонусе. Осень, возможно, лучший сезон для занятий спортом на воздухе. Именно в таких погодных и температурных условиях снижается нервное напряжение, быстрее уходит хандра и появляется желание изменить себя в лучшую сторону. Ученые подсчитали, что для укрепления здоровья необходимо тренироваться на улице хотя бы 2 часа в неделю. Это может быть или просто бег, или вот такие активные тренировки. Главное – не лениться. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Жители Приморья считают, что краю необходимо комплексное восстановление дорожной инфраструктуры, а не простое наращивание километража от ремонтированных дорог. Аграрии, частные подворья и владельцы садовых участков подвели итоги прошедшего сельхозгода. Общий ущерб для посевов на полях региона после аномального августа составил почти миллиард рублей. Первая экспозиция Федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость» открылась в Приморской столице. Дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской и Амурской областях, начали учебный год на берегу Японского моря, под крылом вожатых ВДЦ «Океан». Основная часть работ по внедрению в образовательную программу российской средней школы предмета «Финансовая грамотность» будет завершена к 2021 году. Осень – возможно лучший сезон для занятий спортом на воздухе. Известные блогеры и атлеты привлекают приморцев к физкультуре на свежем воздухе. На сегодня это все. Есть что добавить – заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях. Или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или прицелайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции – 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. У жителей Владивостока есть шанс провести в соцсетях флешмоб, посвященный бездорожью. Отличную идею на днях подкинул видеоблогер из Индии. Кстати, страны, которая стала гостем номер один на прошедшем во Владивостоке пятом ВЭФ. Креативный парень очень оригинально высмеял работу индийских дорожников, чем восхитил тысячи пользователей. А вот сами дорожники пока никак не реагируют. Впрочем, как зачастую и во Владивостоке. Однако, как говорят, капля камень точит. На забавное видео с очень знакомыми для россиян реалиями смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами был я, Сергей Комаров. Увидимся на восьмом.